Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами Юлия, и сегодня мы поговорим о старинных сортах яблок. Все меньше в наших деревнях и селах старых деревьев, таких старых, раскидистых, под которыми прятались целые дома. Но по-прежнему в нашей памяти, в памяти старших поколений, прячутся воспоминания о этих старинных бабушкиных и дедушкиных деревьях, о вкусных ароматных яблоках, которые мы искали поутру в расистой траве, о бабушкиных пирогах с яблоками, о шарлоткином антоновке. Их все меньше и меньше. Но хорошо ли это? И есть ли у них шанс? Я считаю, что шанс у этих сортов есть. И в них прячется скрытый потенциал, которого нет в современных, интенсивных, выхолощенных и лощеных сортах яблок. В них есть история, в них есть устойчивость, в них есть изюминка. И начнем мы с самого известного сорта, который до сих пор находится у нас в реестре государственном, который по-прежнему пользуется популярностью у всех поколений садоводов, от самых старых до молодых начинающих. И это сорт Антоновка. Антоновке более 200 лет истории. И у нее за это время скопилось более 20 различных разновидностей, которые распространены по нашим садам, по нашим поселкам, дачным участкам. Этот сорт – настоящая легенда славянской истории. Никто не знает, почему этот сорт так назван. То ли в честь какого-то Антона, который его когда-то вывел, отметил, размножил, то ли из-за того, что яблоки собирали к Антонову дню, или может они созревали именно, поскольку раньше это был зимний сорт к Антонову дню. Так в чем же особенность и такая популярность Антоновки? Почему она до сих пор держится в наших садах? Во-первых, потрясающий аромат, с которым не сравнится ни один другой сорт. Аромат антоновских яблок вошел даже в литературные произведения знаменитые антоновские яблоки Бунина. А также это самый лучший сорт для самой лучшей в мире шарлотки. Именно сочетание кислоты, сочетание плотной мякоти делает Антоновку лучшим яблоком для переработки, для производства самых ароматных соков. Более того, аромат Антоновки – это та ее изюминка, которую пытаются задержать селекционеры всего мира. И как бы западный мир не отграничивался от восточного, от славян, Антоновку старается держать у себя каждый уважающий селекционер на Западе, будь это Европа или Америка. Почему? Потрясающая зимостойкость, потрясающая жизнеспособность и долговечность Антоновки наряду с ароматом, со вкусом, с формой, мягкость, яблок шикарных, делает ее королем, ну или царицей наших садов. Кто как посмотрит. Более 20 разновидностей Антоновки настолько разнообразны, что люди даже принимают их за разные сорта. Есть Антоновка белая, есть Антоновка румяный бочок, каменичка, Антоновка золотой монах, Антоновка стаканчатая, Антоновка сладкая. Попробовав ее, вы уж ни за что не скажете, что это именно тот самый сорт. Из всех этих разновидностей в Институте плодоводства был выделен стандарт, который сочетает в себе самое лучшее качество лучших отборов Антоновки. Антоновка белсат. Золотисто-желтая, ароматная, крупная. Одно яблоко весит не менее 100-150, а то и 200 грамм. Это дерево по праву может находиться даже в саду самого изысканного, самого требовательного садовода. Ну и конечно же, лучшие моченые яблоки производятся только из Антоновки. Раньше Антоновка считалась классическим зимним сортом, но из-за потепления климата она перешла в ранг осенних и, к сожалению, хранится не очень хорошо. Но это не делает ее хуже. Наоборот, мы ее по-прежнему ценим, любим и сажаем. Поэтому, если у вас есть возможность, если вы любите ароматные яблоки, пироги и прочие продукты переработки или просто свежее яблочко, сажайте Антоновку. Поверьте, вы не пожалеете. А для того, чтобы получать антоновские яблоки регулярно, ведь у старых сортов есть один минус. Они склонны к периодичности плодоношения. Сажайте Антоновку на клоновых, карликовых или полукарликовых подвоях. И обязательно ежегодная обрезка. И тогда этот проверенный старый сорт будет приносить урожай ежегодно. Еще очень один интересный, старинный, незаслуженно забытый сорт, который распространен в основном в западных областях Беларуси, это ананас биржаницкий. Не путайте его с ананасным. Это совершенно разные сорта. Ананас биржаницкий – это сорт народной селекции. Отличается очень мощным ростом. Это действительно дерево-богатырь. Крайне долговечное, жизнестойкое, морозостойкое. Поверьте, не так давно я встретилась с деревом, которому более 80 лет. И оно не собиралось уходить на тот свет, как некоторые современные сорта. Как и другие сорта, конечно, оно склонно к периодичности плодоношения, но это тоже регулируется подбором подвоя и обрезкой. Так, в чем же особенность ананаса биржаницкого? Почему оно до сих пор вызывает ностальгию, особенно у старшего поколения? Это яблоко, во-первых, очень приятной формы. Слегка плоско-округлое, приплюснутое с полюсов, с изумительной золотисто-желтой окраской кожицы, скорее даже слоновой кости, С небольшим размытым румянцем на поверхности блестящей кожицы оно прячет внутри белоснежную, кисло-сладкую, ближе к сладости, мякоть. Довольно плотную, что не характерно для сортов наших традиционных народных, таких как белый налив или малиновка. Это яблоко созревает обычно в конце августа-начале сентября и, будучи снятым с дерева, без повреждений, способно храниться еще 2-3 недели в условиях холодильника или прохладного погреба. Красивое дерево, очень долговечное, очень жизнеспособное, со вкусными, светлоокрашенными яблоками. Особенно следует принять этого внимания тем, кто гоняется за гипоаллергенными плодами и любит плотные сорта с плотной мякотью. Еще один очень распространенный сорт, который до сих пор находится в реестре и периодически его обязательно требуют, чтобы мы представляли и на выставках, и в продаже, и редко какой питомник отказывается от его выращивания, это штрейфлинг. Он же штрейфель, он же осенняя полосатая. По происхождению его отправляют в Западную Европу, точнее, в Прибалтику. Но это не значит, что он не может расти у нас. Он прекрасно распространился по нашим садам и радует вкусными, ароматными, нарядными яблоками осенью. Когда ушли белые наливы, когда ушли малиновки, когда ушел ананас Бержаницкого, а зимние сорта еще не пришли, наступает время штрейфлинга. Его ароматная кисло-сладкая мякоть прекрасно в свежем виде, прекрасно идет для переработки и дает изумительный по качеству сок. Штрейфлинг требует защиты от паршин. Это, кстати, проблема у всех яблок, но некоторые старинные сорта требуют особого внимания. И если вы посадите штрейфлинг, штрейфлинг, осенняя полосатая у себя в саду, поверьте, вы не пожалеете. Сменяет штрейфлинг еще один осенний сорт. Его заслуженно когда-то называли барышней-крестьянкой. Дело в том, что этот сорт, попав в Европу, настолько поразил европейцев, искушенных, и американцев, кстати, тоже своими способностями, своей урожайностью, своей формой, что получил название графиня Ольденбургская. А на самом деле это всеми любимая наша боровинка. К сожалению, в садах ее очень и очень мало сейчас, потому что она стала поражаться паршой. Но как осенняя яблочко, красивая, приятной формы, очень урожайная, при должной защите, поверьте, она тоже будет вас радовать. И эту дворянку, эту барышню-крестьянку вполне можно посадить у себя в саду тем, кто любит кисло-сладкие яблоки. Ну что я все о кисло-сладких? Есть еще один сорт, за которым всегда охотилась детвора в деревнях, селах и на дачах, за которым снаряжали целые экспедиции в соседские сады, если своих не было. Это ранетка. Она же медуничка, она же коробовка, самая ранняя, чисто сладкая яблочко, цель всей детворы в деревне. Это дерево отличается изумительной зимостойкостью. Оно не подмерзало даже в самые суровые зимы. Плодоносит оно довольно-таки поздно, если привить на семенной подвой. Но прививка наклоновая, особенно карликовая, способна значительно сдвинуть вступление в плодоношение на более ранние сроки и порадовать сладкими, душистыми яблочками из нашего детства. Ну и познакомить наших детей с нашими любимыми, конечно, сортами. В чем ее особенность? Если она привита на семенной подвой, вступит в плодоношение поздно, даст мощную крону, такую сжатую, крупную. Поэтому прививаем только на карлики. Созревает она в середине лета, конец июля, август, месяц. Плоды у нее небольшие. Вообще-то это очень мелкоплодный сорт, но это не прималяет ее достоинства. Желтенькая кожица густо покрыта ярко-красно-оранжевой штриховатостью. Мякоть желтая, сочная, чисто сладкая, с легкой пряностью. Надо сказать, что мы ее ели даже совсем зеленой. Она уже тогда была для нас вкусна. И этот сорт тоже приятная такая отсылка к нашему детству. Многие из наших подписчиков иногда спрашивают, где купить этот сорт, где его достать, как сохранить этот сорт, который я вот помню у моего дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки рос в саду. Есть очень хороший способ, если у вас растет такое дерево, или вы знаете, где оно есть и хотите иметь его у себя, можно еще сейчас взять черенок и как только начнется сокодвижение, привить его в крону тем деревьям, которые у вас растут в саду, закрепить в кроне. Либо, если у вас есть посаженный клоновый подвойчик, привить к нему черенок и получить целое деревце. А вот о том, как правильно сделать перепрививку, мы расскажем вам в следующем нашем сюжете. Поэтому не пропускайте, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши сюжеты и слушайте новые рассказы о старинных сортах яблонь и груш в нашей стране. С вами была Юлия Кондратенок. Ставьте лайки, задавайте вопросы, предлагайте темы и до новых встреч!